всем доброго дням собирался другие ролики сделать мне там три идут на подготовке смотр решил сделать другой ролик пока меня тут на днях валентин дондор спалил у себя на канале я ведь плотно занимаясь как я вам говорил озонатором последние несколько месяцев ролики я вам выкладывал показывал что и как много экспериментируем и считая что это очень важная вещь вот этот уже 6 только с ним не делал ну вот в чем была проблема к сожалению меня в нем сильно не устраивало ну компактность это хорошо и ребята которые разрабатывали валентина дондорфа вот команда они разрабатывали специально чтобы это был карманный вариант удобный для индивидуального пользования но с этим возникала проблема тепловыделение большое я уже вам рассказывал что 12 вольт там на тогда 70 56 12 вольт 300 миллиампер в общем-то 4 ватта учитывая обычная аналоговая микросхема она где-то в тепло отдает но больше 50 даже под 60 процентов все уходит тепло то есть разогревается она конечно мощную поэтому там они и таймер делают там на 3-4 минуты чтобы это не долго работало не успевала разогреваться но меня-то это не устраивает я конечно таймер сразу выкинул у меня все это напрямую работало но минут десять поработает уже этот корпус настолько горячий что уже чувствовалось там уже вот это покрытие уже начинала течь и внутри умножитель уже подстреливал пробивался в общем много чего тут мне не устраивало это первое то что большое тепловыделение большое потребление соответственно аккумулятора хватало на очень мало времени который там встроен я он уже и такой на 6000 ставил сюда но после модернизации уже поставил на три с половиной потому что мало мало для того чтобы экспериментировать и работать не нужно не по несколько часов пользоваться ну а постоянно подзаряжать тоже не делом опять же когда заряжаешь там модуль зарядки он тоже нагревается и микросхема нагревается выходит так что просто все раскаляется к тому же из-за этого начинается и тут проблемы того что слишком много тепла в общем мучился мучился я с этим и вспомнил что когда-то несколько лет назад было дело я когда вот более-менее уже входил во вкус с вихевой медицины и с вихревыми энергиями и тогда тоже вот все размышлял какой усилитель использовать для генератора чтобы вот именно использовать более-менее и была мощность приличная и потребление малое ну и все остальное вот и как-то заказал я несколько лет назад на алиэкспрессе вот такой усилитель и и вот на ты по 3110 вот это вот на пам 8610 по заказывал ну ими экспериментировал думал что нибудь из этого выйдет но тогда я был тоже под влиянием и таких вот сектонистов идеального синуса и тоже так старался придерживаться этого и поэтому ну и мне много чего там не нравилось как ты этом повозился повозился мне то конечно то синус не нравился то как она работает неустойчиво в общем проблем было много в конечном итоге я как усилитель его я пытался использовать небольшой радиатор даже приклеил хотя он особо тут и не нужен но когда на полной мощности когда он два по 15 ватта все-таки на полную мощность если давать то конечно он все-таки греется поэтому желательно радиатор ставит если разговор идет о мощности там на 5 ватт 10 ватт радиаторами требуется в общем закинул я эти модули все и вот в связи с тем что я тут мучаюсь с попыткой нормально все это экспериментировать проверять испытывать вспомнил что у меня были эксперименты по этому поводу а так как учитывая что вот эта система она в общем-то синус не синус особо тут не имеет значения какой тут будет синус корявые кривой там треугольный прямоугольный или еще какой загогули нами не имеет значения особого факт то что здесь надо нам получить вот поток ионизации и озонации а уже от вихревая энергия она конечно должна быть более-менее такой приличной но учитывая что здесь всего нужно на две-три минуты этой системы для того чтобы подышать немножко то вполне пойдет и кривой синус поэтому я вернулся к экспериментам достал эти все модули пар месяцев назад и вот решил поэкспериментировать взял вот разные варианты схемы и пробовал ну вот кольцо использовал ферритовая также как и на туда 70 56 в этом стандартном варианте было но вот использовал именно в разные варианты по заказывал кучу всяких разных микросхем опять же и на 8610 только уже вот не в таком виде а в отдельном и на 3110 на 88 71 51 28 и и п 8w вот такими кружки мне они чем вроде как понравились тем что вот габариты ну вообще никакие а по идее позиционируется как на 8 9 ватт и работает от 5 до 9 вольт по идее ну вот меня это прельстило одно и другое третье вот я по заказывал они по приходили довольно очень быстро и тут вот целыми днями и ночами я это дело все перекручивал но больше всего как оказалось самое оптимальное это вышел вот такой вариант на 88 71 здесь стоял конденсатор но электролитик мне он не нравился шон где будут выпаял поставил керамику этого достаточно на 300 килогерц нам пойдет в общем самый лучший модуль оказался вот этот по идее он на 5 ватт но здесь нам нужно не 5 ватт а вполне достаточно и одного а учитывая что это он работает в д-режиме то есть цифровом потребляет он буквально почему него кпд около 90 процентов греется он довольно таки мало вот здесь вот специально все сделано для того чтобы выводить тепло вот сюда на медную подложку то есть используется вот задняя часть как радиатор ну и во всех этих микруках то же самое они все используют обратную сторону как теплоотвод там вот металлическая подложка под ними внутри здесь вот делается специально сквозные отверстия пропаиваются и выходит что как бы миниатюрный радиатор но если конечно нужно побольше мощность все-таки с него выдать тонн греется довольно таки прилично но на 5 ватт его уже смысла нету ну значит по порядку в общем что у меня получилось вот с этих микрушек мощность получилась такая же даже больше чем с этих стандартных 7056 но потребление при пяти вольтах она 5 вольтовая всего 200 но на повышенных мощностях 300 миллиампер но если сопоставимо 200 миллиампер она по мощности выхода энергии получается немножко больше чем на 7056 в общем на 7056 вот как стандартно если брать вот как я вам эти усилители уже все показывал разные там было у меня примерно 100 100 150 миллиампер на 12 вольт это где-то вот полтора два ватта грубо но из них получалось всего-навсего где-то 0506 ватта полезной мощности остальное шло в тепло но микросхема была большая в общем-то и маленький радиатор и хватало чтобы она сильно не грелась уже при больших мощностях вот как здесь в ситуации с озонатором здесь было 300 миллиампер 12 вольт соответственно 4 ватта где-то потребление почти и там требовалось уже серьезно тепло это тепло выводить я уже там учился ставил радиатор вот по скринам еще могу показать уже как тут только не определялся но в такой маленькой коробочке тем более она должна быть закрытая по идее герметизирована все очень было печально с этой же микрошкой вообще ничего не надо ни радиаторов не выводе нет тепла она греется буквально вот в этом режиме при 200 миллиамперах на 5 вольт она греется буквально вот у меня здесь сейчас около 30 градусов ну до 50 градусов в закрытом объеме то же самое с этими микрошками но этими кружки они по 15 ватт по идее и конечно не запас по мощности значительно побольше и они работают где-то 12 около 12 вольт некоторые из них и от 8 работают вот от 6 даже вот это даже от 6 этот 8 может работать то есть от 9 до 12 вольт можно варьировать ими играться и выдают мощность они вот например если брать 250 300 миллиампер то же самое как вот стыда 7056 при сопоставимой мощности потребления они выдают в несколько раз больше мощность выхода а греется но почти не греются то же самое 50 но максимум 60 градусов причем это все можно отвести эффективно я вот например когда на повышенных мощностях то использовал керамические вот такие радиаторы они склейкой подложкой причем клей очень хороший приклеивается элементарно и вот можно вот так вот прямо потому что здесь вот все прямо приклеиваем и отвод тепла отличный то же самое как из этих тоже просто приложили в обратную сторону и достаточно вполне это если уже на больших мощностях я вам сейчас все покажу вот она 200 250 миллиампер этого сопоставимо достаточно чтобы ну обслуживать уже при серьезные мощности я уже таскать для моих экспериментов конечно был было надо получить максимум и меня тут под 400 миллиампер я даже вот с них беру при 12 вольтах это уже соответственно мощность уже по 5 по 6 ватт а так как кпд у них под 90 процентов ну все идет в энергию все идет на выход но проблема уже том начинается вот например у меня вариант вот этот вот сейчас тоже покажу мне тоже подогнали уже с большим корпусом как видите отличается по размерам вот этот образец они это мне вот далее тоже на испытание это уже их не выход вот они такие вот могут уже продавать в таком виде уже образец для продажи вот тут вот у них все уже работает так как надо но я сейчас все покажу вот они мне такой корпус подогнали только белые я туда встроил трифляр я вам говорил что буду делать трифляр попробовать как он будет работать вот здесь вот она по традиционной их не системе то есть четыре провода но падая не по 70 с половиной по 8 закинул метров получилось где-то 228 килогерц ну здесь тут 300 все около 300 килогерц только вот этот вот то есть лишнего намотал фактически вполне можно 7 на 4 метра крутить и они изменили если в этом было что просто провод вот так наматывался и закидывался то здесь они сделали вот такую заготовку очень удобную и вот такая система у нас получилось значит я вот собрал такой макет для показа вот как тут есть взял из мгтф толстого 1 6 миллиметра вот такой вот сделал такого ёршика вот здесь вот здесь почти 20 жил получается такой ежик здесь сделал кольцом по серебряная медь типа жестянки вот колечка и вот умножить вы знаете на такое праве соответственно торт собран и вот сейчас я показываю вам как вот микросхемы 8610 на двух кольцах здесь стоит преобразователь вот такой вот тоже я вам уже его показывал то есть здесь у нас на юсби микро юсби входная часть для зарядки а вот это уже можно регулировать там а 2 до 30 вольт напряжение на выходе то есть можно регулировать вот как здесь вот у меня сейчас 12 стоит и вот опять же сделал вот такой вот из пластика экземпляр его немножко пометил чтобы было заметным и вот теперь включаем здесь значит где-то около 300 миллиампер потребления при 12 вольтах и вот что у нас происходит как видите поток воздуха идет мощнейший я собирался там собирать сделать такой типа прозрачный тубус ну вот как здесь вот тоннель такой сообразить но решил что так более эффективно все-таки будет смотреться как видите вот вот сейчас при мощности около 4 ватт здесь фактически ничего не греется вот немножко будет греться то но немножко вот у меня вот этот вариант тут у меня вообще безбашенный поток вообще-то все выгоняет то тут уже все на пределе и вот мне пришлось вот толщину даже увеличивает тут подкладывать делать изоляцию более мощную вот здесь вот где-то 400 450 миллиампер потребления но вот этот поток он просто уже сдувает это конечно для отдыхания уже лишние это чисто уже для других эксперимента вот с грибками со всякими псориазами и все остальное то есть эксперименты более серьезные глобальные даже воду можно озонировать вот это вариант такой я вам показываю но и 610 вот с таким модулем зарядки и преобразования и на 6000 миллиампер часов аккумулятор вот этот вариант на 3110 здесь я собрал вот на другом модуле зарядки уже с usb c более современная хотя здесь стоит чип старый на 4056 вот они тут все на 4056 в общем-то устаревшая система греется он относительно много сильно вот более новые чипы уже которые делаются для зарядки они менее потребляемые кпд у них повыше ну тем не менее вот смотрим сейчас это особо не важно вот на 3110 здесь потребление меньше у меня где-то я где-то здесь 200 250 миллиампер вот такой преобразователь тоже на 12 вольт ведь она чуть чуть меньше тот отклоняет но тем не менее поток приличный и вот тут на 3000 миллиампер часов вот вам готовый генератор автогенератор полностью автономный зарядкой от юсби этот резистор можно замерить его конечно снять поставить какую-то постоянную чтобы вот уже детали ну а чтобы было нагляднее вам покажу все таки более такое значит вот опять 8610 подключаем вот тут я сделал питание вот видно 12 вольт 250 миллиампер и вот как у нас идет отклонение значит если замерить температуру тут вот по два кольца тут у меня один буквально полу виток тут два витка на вход и если посмотреть как она греется вот например смотрим потом не видите тут больше 30 градусов температура вот она только начала работать но тем не менее вот она под 40 уже нагрелась где-то до 50 но он может нагреться и все кому это не нравится игры можете вот но данный момент 250 миллиампер если сделать там 300 400 миллиампер она конечно будет уже греть греться под 60 и уже радиатор все-таки желательно вот это оптимальный режим хотя конечно он излишний вот я хотел вам показать на этих микрохов но к сожалению снижок пока экспериментировал вот другой вариант вот видите что тут сейчас вот делается видите как она и и выносит но 400 миллиампер и сделал опять же ну что-то там греется но тем не менее так видите все без радиатора в общем закрытым конечно закрытые коробки она будет больше греться поэтому все-таки желательно вот при таких вот мощностях организовывать какой-то хоть малейшее охлаждение хотя все уходит в энергию вот такой мощнейший поток могу показать если защита не сработает видите вот и тут и тут по сантиметру до расстояние между вот этим ёршиком и кольцом где-то 22 миллиметра то есть она на пределе если делать больше уже начинает умножить и простреливать вот еле теплая в еле еле даже на 50 градусов не потянуло значит вот эти при 200 миллиамперах конечно дают меньший поток но вот он оптимальные для озонатора даже 300 миллиампер если давать уже многовато можно тут организовать вот здесь вот опять вот маленькое колечко видите я ферритовое поставил вот здесь полу виток буквально с выхода показываю так внимательнее что посмотрели вот два витка тут можете поиграться можно например сюда не один и только два витка здесь можно нет ни два три четыре пять все это надо экспериментировать зависимости от колец очень сильно влияет разница какие кольца вот я тут по набирал всяких разных значит у меня еще со старых времен абсолютно старых еще когда на заводе этом оборонном работал вот такие были импульсные трансоматоры мотали но таких тройных кольцах значит чтобы их разделить вот на паяльник правда 200-300 градусов ставите буквально на 5-10 секунд и скальпелем 1 раз и все и отделяется момент есть это необходимо вот я подделял тут пачку и вот они у меня тут стоят но вот эти над мир мелкие они не очень подходят маловато их ну если их 2 нанизывать то подойдут например если слишком диаметр большой а надо как-то по площади это делать это уже ваше дело